Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня я покажу три способа, как можно глушить пятую струну на пятиструнной бас-гитаре. У меня уже есть несколько видео о технике игры, о постановке правой руки, о том, как можно глушить струны. Один из основных способов — это глушить большим пальцем. То есть, когда мы играем, например, в третьей струне, мы большой палец кладем на пятую струну и, когда извлекаем звук по третьей струне, у нас пальцы упираются в четвертую струну, тем самым глушая ее. То есть, тем самым мы заглушаем вот эти вот ниже стоящие струны. А струны, которые более тонкие, мы глушим левой рукой, то есть прикасаясь к ним. Таким образом, получается, что все струны у нас заглушены. Очень важно при игре на бас-гитаре, чтобы у вас единовременно звучала только одна нота. Ну, если речь не идет об игре интервалами либо аккордами. Вот. И по этой же аналогии мы идем дальше вниз. То есть, большой палец опускается на следующую струну, на четвертую, касается немного пятой струны. И когда мы извлекаем звук на второй струне, пальцы упираются в третью струну. Большой палец упирается на четвертую струну, касается пятой. Опять все струны получаются заглушены. Первую струну глушим левой рукой, прикасаясь немного к ней. И по этой же аналогии мы опускаем большой палец еще на следующую струну. И теперь уже большой палец должен касаться двух струн. Вот это достаточно сложно. То есть, большой палец должен находиться в таком положении, чтобы касаться сразу двух струн. При звукоизвлечении на первой струне у нас опять-таки пальцы опускаются на следующую струну. В данном случае на вторую. И опять все струны получаются заглушенными. Это как бы первый способ. То есть, глушение большим пальцем. Но существует еще два способа, как это можно делать. Почему вообще эта проблема возникает? Потому что пятая струна, она всегда немножко не в контроле у нас находится. Потому что часто басисты переходят на пятиструнный бас, четырехструнный бас гитары. И пятая струна вызывает несколько вопросов. А как ее глушить вообще? Правильно ли я делаю? Неправильно. Друзья, любой способ правильный. Главное, чтобы он приводил к нужному результату. И вот это один из способов. То есть, глушение большим пальцем. Честно скажу, я сам пользуюсь этим способом. Второй способ, как вы можете это делать, это использовать безымянный и мизинец. То есть, пальцы правой руки, которые не участвуют в звукоизвлечении. Хотя при трехпальцевой технике игры у нас безымянный палец будет участвовать. Но мы разбираем сейчас обычную двухпальцевую технику. Вот при обычной двухпальцевой технике, смотрите, вы можете сделать так, что у вас мизинец будет касаться пятой струны, а безымянный палец четвертый. И тем самым, допустим, при игре на второй струне, например, у вас будут вот эти вот струны, четвертая и пятая, глушиться безымянным и мизинцем. И, допустим, если вы перейдете на первую струну, вы можете большой палец поставить на пятую струну, а безымянный мизинец поставить на третью и четвертую струны соответственно. Опять получится такое положение, когда все струны заглушены. В принципе, достаточно удобный способ, но лично мне он просто не очень привычен, так как я иногда, бывает, могу играть тремя пальцами. Ну и, в принципе, я не занимался так, чтобы глушить именно вот правой рукой вот этими пальцами. Я всегда занимался именно над большим пальцем. Но, опять-таки, если вам так удобно, вы можете это использовать. То есть здесь нету такого, правильно или неправильно. То есть смысл в том, что у нас пальцы правой руки, которые не участвуют в звукоизвлечении, в данном случае есть двухпальцевая техника игры, безымянный мизинец. Они закрепляются за струнами, которые нужно заглушить. Ну вот, например, да, как я показывал уже. Или, например, это можно использовать в комбинации с большим пальцем. Например, большой палец у вас стоит на четвертой струне, немножко касается пятой. А безымянный палец, когда вы играете, предположу, на первой струне, он у вас касается третьей струны, тем самым глушая ее. В таком случае нам не нужно перемещать большой палец на третью струну и вот это вот, ну, скажем так, плашмя его ставить, не самое удобное положение. В таком случае большой палец, он перемещается между двумя струнами, либо, если мы играем на пятой струне, он тогда на датчике будет находиться. То есть он перемещается здесь вот и все, в принципе, достаточно удобно. Хороший способ, вы можете его также использовать. И еще один вариант, такой не самый очевидный, это использовать левую руку для заглушки пятой струны. Это очень часто может использоваться в технике слэп. Когда у нас правая рука перемещается в звукоизвлечение слэповое, так скажем, да, у нас уже нет возможности ей же глушить струны. Поэтому здесь уже левая рука приходит нам на помощь. И вот большой палец левой руки очень классно справляется с заглушкой именно пятой струны. В то время как остальные пальцы глушат у нас все вот эти вот струны. Если, допустим, надо по четвертой струне извлекать слэпом, у меня большой палец будет глушить пятую струну. Иногда, когда, допустим, да, у меня вот такое положение, вот здесь указательный палец, он чуть-чуть касается тоже пятой струны. Ее глушат тоже. Либо второй палец, то есть. Но когда я перехожу, например, сюда, я большой палец могу высунуть настолько, что он даже глушит две вот эти струны. То есть и четвертую, и пятую одновременно. То есть это, на самом деле, такая подвижная история. То есть у нас рука здесь не статично стоит, а она то глушит пятую струну большим пальцем, то вот здесь указательный палец может касаться немножко пятой струны, глушая ее. Как и остальных струн тоже. То есть, в принципе, при слэпе достаточно тяжело, на самом деле, глушить струны. И вот здесь уже левая рука нам полностью помогает. И большой палец может выходить сюда. Иногда можно даже правой рукой здесь вот предплечьем чуть-чуть касаться. Пятой струны. Тем самым ее тоже глуша. Видите, у меня он касается. Предплечье. Она уже не так явно звучит. То есть, в принципе, любые способы здесь хороши, потому что в слэпе действительно важна вот эта вот точность, чтобы не звучала никакая другая нота. Но, друзья, вот такие вот способы. Достаточно такое видео техническое получилось. Не очень длинное. Но, я вас уверяю, если вы поработаете над этим, у вас все будет отлично получаться. Потому что, опять еще раз повторюсь, что очень важно, когда вы играете, допустим, линию, которая не предполагает аккорды или интервалы, очень важно, чтобы единовременно у вас в басу звучала одна нота и не было никаких лишних призвуков. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Все ссылочки на мои соцсети будут в описании. И группа ВК, и телеграм-канал, и все остальное. И, конечно же, пишите в комментариях, какой техникой глушения струн пользуетесь вы. Всем пока, скоро увидимся.